Финальный отрезок чемпионата страны по футболу среди команд первой лиги проводит далеко не самым лучшим образом футбольный клуб «Тарас». Так, в 23-м туре Жасказганский Улытау разгромил жамбулскую команду мастеров со счетом 4-1. А минувшим вечером подопечные Нурмата Мирзабаева потерпели домашнее поражение. Обидчиком «Тараса» на этот раз стал Каспий из «Октау». Встреча завершилась со счетом 1-2 в пользу гостей. Хозяева поля имели момент открыть счет уже на исходе второй минуты, когда центральный нападающий Нурдаулет Байбосынов обыграл на левом фланге Касымжана Таипова, ворвался в штрафную площадь соперника и отдал пас на набегавшего Абзалому Конбидженова. В последний момент оборона Каспия успела накрыть мяч, но он срикошетил аккурат в ноги к капитану «Тараса» Иркебулану Тойбекову. Десятый номер, дежуривший во Вратарской, нанес неточный удар. А вот «Октауцы» смогли использовать свой шанс. После розыгрыша у главого дежуривший у ближней штанги Таипов забил пяткой, оставив неудел опекавшего его Жандосову Мирзакова – 0-1. Во втором тайме Каспий увеличил разрыв в счете. Ошибкой воспользовался 18-летний Никита Стришков – 0-2. Хозяева поля не прекращали атак, в результате чего смогли сократить отставание и забили гол престижа на 86-й минуте. Асалбек Асан получил мяч от своего вратаря Даулета Затыбекова, оторвался от двух игроков соперника и вколотил снаряд в сетку – 1-2. Этот счет продержался до финального свистка главного арбитра. Я приехала в Тарас из Ахтаусама впервые на выездном матче. Мне понравилась игра футбольного клуба «Тарас» – полею за красивый футбол. Благодаря этой победе Каспий смог подняться на четвертую строчку турнирной таблицы с 43 баллами. Тарас опустился на седьмую строчку и имеет в активе 36 очков. Первенство по-прежнему удерживает окжитпес. Команда набрала 51 балл. Аутсайдер Актобе Эм на 15-м месте с 12 очками. Следующая игра «Тараса» пройдет 20 сентября на выезде. Соперником станет экибастус.